Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы при разговоре о таком социально значимом ныне проекте, как «Семейный очаг», реализуемом на территории нашей епархии, говорили о том, что вот есть некий центр, где люди могут получать консультацию, консультативную помощь разных абсолютно специалистов, юристов, психологов, врачей и так далее. Мы решили поговорить о соотношении психологии и духовной жизни. Вообще это соотношение возможно? Точки соприкосновения есть или нет? Возможно ли говорить о православной психологии? На этом мы закончили. К сожалению, время нашего передачи закончилось неожиданно. И вопрос несколько повис в воздухе. Сегодня мы поговорим о конкретных случаях и ситуациях, когда помощь психолога и помощь священника одинаково полезна. В частности, детско-родительские отношения, которые безбрежный океан и проблем здесь действительно море. Но, чтобы начать не с пустого места, мы прервали людей на полусловие. Поэтому сегодня вновь у нас в гостях отец Максим Соколов, Павел Кореньков. Оба психологи, один психолог в рясе. И так или иначе имеющие отношение к проекту «Семейный очаг». Я в прошлый раз задал вопрос, и, к сожалению, Павлу я не дал на него ответить. И отец Максим не договорил про методологию православной психологии. Мы сказали, что православная психология, она вот возможна, если ей занимается православный врач. И это определенный знак качества для людей, которые в 90-е обожглись, столкнувшись с проходимцами и шарлатанами. Давайте вот, что касается методологии. А потом тогда к Павлу перейдем. Вот я с прошлого нашего разговора тоже думал, как бы все-таки просто выразить отношение сработничества священника и психолога в рамках помощи. И такая вот мысль, такая идея пришла. То есть вот человек – это образ, подобие Божие. И иногда еще слова апостола, что вы храм Божий. Вот чтобы этот храм построить, нужно иметь и навыки архитектора определенные, ну и, как ни крути, навыки каменщика, навыки строителя. То есть есть стратегическое некое такое понимание того, что я хочу построить. И другое – это как я буду строить. Как я буду строить. Вот если грубо, ну как вот всякий образ, можно сказать, что священник – это как раз ближе к архитектору. То есть тому, кто помогает человеку стать архитектором. Понять, что он хочет построить именно храм, а не торговый центр, не сарай или еще что-то. А психолог – это тот человек, который конкретно, на конкретных примерах, работая с конкретными какими-то чувствами, мыслями, заблуждениями, может быть, убеждениями, может помочь человеку научиться вот именно этой методике, как строить из себя, из своей жизни именно этот храм. Ошибки возможны и там, и там. Архитектор может подсказать что-то и в технологии, а технолог, так скажем, может подсказать и сказать, слушай, ну если ты так будешь строить, то храм у тебя не построится. Если ты храм хочешь строить, то есть здесь, конечно, взаимопроникающие такие вот моменты. Так вот, православная психология, что такое православная психология? Это как раз та психология, которая учит строить храм. Ну, соответственно, выбирать соответствующие материалы, соответствующие техники и так далее. Ну, то есть, сейчас, конечно, мы знаем, особенно на Западе храмы строят из железа, из стекла и так далее, но все равно есть какие-то традиционные установки, и нельзя другие какие-то или нежелательно неподходящие материалы выбирать. Вот православный психолог – это тот, кто помогает выбирать более подходящие для строительства храма материалы и помогает вот как-то именно в этом плане, работает с пониманием того, что мы именно строим. Психология в целом, психология в общем, она просто учит строить. И именно поэтому, кстати, можно согласиться с высказываниями некоторых людей, что кое-где психология может быть и вредна. Ну, в каком смысле? Ну, вот опять, как в прошлом раз мы говорили, например, в психологических сектах, где психология используется, знания психологии человеческой и навыки, и какие-то приемы используются для манипуляции человеческим сознанием. Вот в этом смысле психология может быть вредна. А вот в этом может быть такое образное отличие православной психологии от неправославной. Павел, возможно ли православная психология? Мы уже тогда перейдем к себе. Это такая прям очень глубокая тема, которая, видимо… Вот, мне кажется, что вот, ну, как-то вот сейчас отец Максим сказал, что психология вредна. А я вот, ну, такую приведу аналогию, что так же можно сказать, там, я не знаю, ну, там, про любое полезное, да, вот там, вреден ли хлеб, да, условно говоря. Ну, наверное, не вреден, если ты съедаешь там пару кусочек в день. А если ты будешь есть, ну, как бы один хлеб, он, очевидно, станет вреден. Вот, и здесь то же самое, ну, как, ну, с любым лекарством, да, что в каких-то дозах это полезно, в каких-то это там уже и опасно, и смертельно. Здесь вот, как бы, такая больше. Это больше зависит, наверное, вот какой-то, ну, там, цели, с которой используется это знание, в общем-то, ну, к большому сожалению, да, встречается, и, ну, как бы, мы можем, наверное, про это сказать, да, и, ну, не очень добросовестные, ну, как бы там… Компетентные. Ну, да, священники, которые… Ну, такое тоже бывает, к сожалению, это, ну, и здесь уже, и вот если говорить, например, да, про православного психолога, да, что, я опять же говорю, мне не хотелось как-то вот это противоставлять. И вот то, что вы сказали, что вот иногда там психолог может критиковать человека за веру, это вопрос компетенции психолога. Это не профессиональный психолог, это, ну, в моем понимании, это, ну, небережное отношение, там, к человеку, который к тебе пришел. И какая бы ни была у него вера, там, или отсутствие веры, там, это вообще, ну, не твое дело, там, ее наличие и отсутствие, как у профессионала психолога, я имею в виду. Вот, конечно, ну, верующий человек, да, собственно, само там, нахождение в православной церкви не делает, там, меня как психолога, ну, там, более или менее профессиональным, да, я просто больше, ну, как-то понимаю тех людей, которые… Ну, с которыми нахожусь вот в этой среде. Вот для меня вот это про это в большей степени. Ну, это может быть, конечно, ответная реакция на недобросовестность, да, но и про то, что вот как-то ты просто лучше понимаешь людей, с которыми ты работаешь. Но возможно ли православная психология как кластер большого такого явления психология? Ну, вот мы говорили, есть гештальт, там, терапия, есть психоанализ, есть, причем психоанализ есть двух видов, да, там, классический фрейдовский, психоанализ юнговский, есть трансперсональная психология. Да сейчас каких только нет ответвлений. Можно ли мы говорить о том, что есть особое ответвление психологии, терапии, православной психологии? Или просто православной, ее делает только тот психолог, который, ну, вчера с тобой от одной чаши причащался, вот он просто православный. Я думаю вот про это. И он просто учитывает некоторые механизмы. Да. Нет специальной методовой, ну, то есть, как бы, здесь разные уровни, названия на разных уровнях, да, то есть, если гештальт или психодинамическая терапия, это разные методы, ну, и, конечно же, разные концепции человека, несомненно. То православная, это скорее некая направленность. Там методы тоже выбираются, ну, например, ну, не благословляется церковью применение методов, обходящих волю человека, да, то есть, насилующих волю человека, так скажем. Это гипнозы? Это гипноз, это трансовые состояния всякие, да, то есть, классический гипноз, эрексонианский гипноз, вот такие вот. Ряд еще методов, которые вот именно не учитывают и не уважают, ну, с точки зрения православной, конечно, психологии православного взгляда, не уважают свободу человеческого выбора. Вот эти методы, например, отвергаются, но не значит, что есть какие-то специальные православные психологические методы, да. То есть, просто принимается из психологии то, что, ну, кажется более доброкачественным и соответствующим вот той самой задаче строительства храма в своей жизни. Ну, я надеюсь, для наших телезрителей мы вот за вот это общее обсуждение разговора дали понимание того, что психологов шарахаться не нужно, вот. Вот, но голову слишком выключать при походе к первому встречному, поперечному и доверию своей жизни и решении каких-то своих проблем первому поперечному, это, наверное, не есть правильно. Поэтому, конечно же, и голову надо включать, и шарахаться не нужно. Давайте уже перейдем к более практической... Голову включать, причем, как мы выяснили, и при походе к психологу, и при походе к священнику. Да и вообще, в принципе, при походе по жизни. Пусть она будет включенная. Лучше не выключать, в общем-то. Но иногда она фонится, иногда те же психологи рекомендуют чуть-чуть убавлять. Но это, ладно, другая история. Мы проговорили, ну, то есть договорились с вами, что, понятно, круг вопросов, с которым приходят люди к психологу, он огромен. Это личный кризис, это и кризис веры, если мы говорим, опять же, про верующих людей, это и какие-то выгорания, профвыгорания. Мы договорились поговорить сегодня о более близкой, что ли, рубашке к телу, о теме семейных отношений, о детско-родительских отношениях. Тем более, что, может быть, летом, в июле месяце мы здесь очень долго в течение пяти передач с вашим коллегой и с вашим коллегой, отцом Тихоном и отцом Николаем Зининым, мы говорили про отцовство, родительство и так далее. Будет логичным такое продолжение не про отцовство, а в целом про родительство. Вот, отец Максим Павел, какая, как вам кажется и видится, самая главная проблема, ну, или часто встречаемая? Вот, вы уже сидите на приеме, приходит человек и говорит, у меня проблема с родителем. И вы даже уже где-то внутренне прогнозируете, что сейчас будет говориться. Вот, какая часто встречаемая проблема? Что именно в этих отношениях таит самую большую опасность, угрозу и чем чаще всего дети изранены, отец Максим? Ну, или родители, я не знаю. Я бы, во-первых, наверное, сказал, что рассмотрение родительских и детских отношений невозможно без рассмотрения семейных отношений, то есть отношений между мужем и женой, ну, или отсутствующих, к сожалению, часто отсутствующих фигур, там чаще отца. Вот, то есть в этом, конечно, как бы основа, и это вполне тоже согласуется с взглядом церкви и писания на человека, что прежде всего семья – это муж и жена, и Господь – Бог, да, то есть вот православная система семьи – это как раз это трое, но не как в светской привыкли мы психологии говорить, это вот отец, мать и ребенок, но это Бог, отец и мать. И вот если правильно выстроены с православной точки зрения вот эти отношения, правильно, ну, в идеале, понятно, да, мы живем в падшем мире, и поэтому в идеальном состоянии, наверное, не встречается нигде, в самых счастливых семьях. Вот если правильно эти отношения выстроены, то через них обычно правильно выстраиваются отношения с детьми. Это первая такая, преамбула, как бы. Второе, с чем чаще всего приходят, и, как мне кажется, основная проблема – это отношение к ребенку, как к некому-то, кто должен, ну, это не только к ребенку, на самом деле, вообще в нашей жизни, к сожалению, мы очень часто хотим, чтобы другие окружающие нас люди жили по нашим правилам, любили по нашим правилам, выражали свою любовь, достигали тех целей, которые нам, кажется, нужно, чтобы достигали. И вот, и позиция именно почему-то это не делаешь, то есть позиция требований, не позиция любви, не позиция внимания чаще преобладает в отношениях родителей к детям, а позиция, вот, я ожидаю от него вот этого и вот этого. И чаще всего, 90%, ну, по крайней мере, ко мне, когда подходят с духовными и психологическими вопросами по поводу отношений с семьей, чаще всего как раз они сводятся к этому. Я ожидал от ребенка вот этого, а он этого не дает. Вот, мне кажется, это вот так, если широко, но я думаю, что Павел... А Павел у нас несколько раз уже проговорил тему обид. Это вот обиды там, приходят с обидой на маму или... Да, я готов рассказывать. И вот, прежде чем перейти к родительским обидам, я бы всегда хотел сказать, что про то, что вот, когда приходит человек на прием, да, там, ну, с обидой на маму, условно говоря, на папу, неважно, да, для меня как бы, ну, всегда незримо присутствует там и его мама, и, скорее всего, и бабушка еще, потому что, ну, его мама, да, ну, там, мы сейчас абстрактную какую-то берем ситуацию, которая там, ну, не додала что-то там, не долюбила, может быть, и слишком контролировала или опекала. Это тоже ребенок, у которого было еще больше, чем вот, ну, она показывает. Это всегда очень важно понимать, что вот когда запросы, да, такие, что вот, ну, есть такое общее очень понятие здоровая семья, да, когда она и полная в том числе, да, хотя иногда и полная семья бывает, ну, часто и полная семья бывает нездоровая в психологическом смысле этого слова, где есть доверие должное, где есть забота, да, ну, как противовес контролю, где есть возможность проживать, проявлять свое чувство, где ребенку, ну, его не просто, ну, как бы, лепят в таком смысле, что вот там ты должен быть таким и никаким иначе, да, когда есть свобода выбора. И тогда, в общем-то, вот если, ну, это, я, конечно, как вот председательства Максима, что вот идеальных семей не существует, но вот если есть здоровые, если у семьи были здоровые, не было бы нужной семейной психотерапии, потому что, в общем-то, все навыки здорового отношения к себе и постоянных здоровых отношений были бы у человека, да, то есть, по сути, вот семейная психотерапия, она во многом, ну, как-то делает ту работу, которая была не сделана, ну, по каким-то причинам, да, это не в качестве обвинения, я вот тоже сказал сейчас, там, маму недолюбил, но я понимаю, что, как бы, там, вот зрители там сейчас услышат и, ну, начнут сопротивляться. Понятно, что у мамы там есть, ну, она делает это не со зла, любая мама, любой папа, там, он не желает зла своему ребенку. Понятно, что он тоже травмирован, скорее всего, и он делает это на каком-то там автомате, и исключительно с другими побуждениями. Вот, так вот. В идеале, я, насколько понимаю, вот одна из, наверное, отрицательных, одной из отрицательных, или такая тень, лучше сказать, да, тень, которая отбрасывает психология, что человек может вырасти зависимым от психолога. Ну, то бишь, он без психолога вообще не может решать, там, каких-то своих личных проблем. И, ну, я просто это и читал, и слышал, что в идеале должен пройти некий курс, и психолог должен отпустить человека, и успешностью вот этой сессии будет то, что человек абсолютно будет справляться без участия третьих лиц со своей жизнью. То есть он построил храм, и дальше он начинает в нем служить, молиться, если продолжать метафору отца Максима. Вот такой вопрос. Можно ли вообще, в принципе, решить детско-родительские отношения таким образом, чтобы разрешить их до конца? Потому что, ну, одно из частых таких расхожих мнений, что люди не меняются. Вот, условно говоря, вот он что-то там в детстве приобрел в качестве такой травмы психологической в детско-родительских отношениях, ну, допустим, обида. И вообще, в принципе, усвоил себе обидчивость. Или же там ребенок привык, что он хороший только тогда, когда он делает правильно, что одобряемо, там, родителям, там, и так далее. Ну, и все. И, в общем, хочет он того или нет, он выходит в жизнь. Он все равно это несет как некоторую структуру мысли, структуру поведения, структуру миропонимания. И в полном смысле это гордив узел, который невозможно там разрубить, развязать и так далее. Как вам кажется, это правильно, мое мнение, или неправильно? Меняются ли люди и способны ли вы, как специалисты, их менять? Можно я... Да, конечно, да. Да, люди меняются, безусловно. И, ну, вот здесь вот так вот как бы вопрос, он звучит, можете ли вы. Делает все равно человек все. Да, я могу как-то присутствовать, помогать ему там, вот, ну, там, выдерживать правильную дистанцию. И вот по поводу той зависимости от психологов, ну, это правда вопрос компетенции специалиста. То есть это его порядочность и чего-то еще. Понятно, что там, ну, есть там какие-то очень... Вообще сфера, вот, там, практической психологии, она... Там очень много людей, которые, ну, скажем так, нездоровые психологически, да. И они, к сожалению, в большом вот свое нездоровье реализуют за счет тех людей, которые к ним приходят. Ну, если прям очень просто говорить, и само... Да, такое есть, вот. Как есть, в общем-то, в любой сфере, в педагогии, в психологии, ну, и везде. И тут уже вопрос моей ответственности, в первую очередь, да, то есть, вот, про что мы говорили, там, не выключаясь голову, понимать, да, что вот этот человек явно делает что-то не то. Не обольщаться там, не впадать в прелесть, да, как-то очень адекватно оценивать. А то, что возможно измениться, да, измениться возможно, и это даже из каких-то невероятно тяжелых ситуаций. Для меня, вот, я, честно, можно начать такой какой-то пример? Конечно. Потому что, вот, человек, вот, попал в аварию, да, там, лишился ноги, ну, там, получил травму ноги, да, лишился, ну, возможности ходить, например, да. Он может, ну, как-то опуститься там, ну, спиться, да, и там просить у пятерочки подаяние какое-то, да, а может выиграть паралимпиаду. Это все про одного человека, то есть про то, что это, ну, очень много зависит от человека, от самого, от его активности, от его действий. Другие люди там, ну, какие бы они не были там профессионалами, там, ну, одаренными там священниками, да, они могут помочь тебе, да, ну, ты должен сам все равно все делать. Почему один инвалид, да, человек маломобильный выбирает путь сидеть у пятерочки, а другой выбирает доказать всему миру, как Никучич, там, да, что он способен без рук, без рук. И вообще все, что угодно делать, он абсолютно полноценный человек. Вот как, знаете, я еще дополню этот вопрос, чтобы более предметно нам говорить. Дайте какой-нибудь инструментарий. Понятно, что в полной мере домороченных психологов у нас пруд пруди, вот, у нас все разбираются в геополитике, когда случается какая-нибудь ерунда, да, у нас все разбираются в медицине, когда у нас пандемия, и надо делать, там, прививки или не делать. У нас все разбираются в психологии, когда случаются у соседа проблемы, но когда к своему телу это все близко, мы, в общем, как решить проблему не знаем. Есть ли какой-то инструментарий, давайте какие-то конкретные ситуации обсудим, вот, давайте с обид начнем, или вот в случае, когда, там, родитель ваяет, стругает буратинку под себя удобного. Каков инструментарий отношений в семье должен быть правильным, если держать в голове образ здоровой семьи, и как этого самое главное достичь, потому что как правильно-то мы все знаем, что здоровая семья, папа любит маму, мама любит папу, вот, их любовь изливается на детей, они, там, не стремятся подавлять и так далее. Ну, это все было бы так хорошо, если бы было так просто. Каков инструментарий? Вот, что мы говорим? Посудомойку. А? Посудомойку надо. Как вариант? Самый первый, мне почему-то всегда, ну, не всегда, в данном случае, мне кажется, в таких семейных проблемах, и, может быть, даже кризисах, и в отношениях между супругами, возможных, и в отношениях с детьми, всегда хочется, первое, что сказать, что мы в процессе. Очень часто, очень многие проблемы человеческие не решаются, а иногда даже приводят там к каким-то непоправимым, ну, труднопоправимым или непоправимым вещам, типа разводов, там, сбеганий из дома, суицидов и так далее, потому что человеку кажется то состояние, в котором он пребывает сейчас, что оно вот окончательное, бесповоротное, и никуда его, так сказать, от него не денешься. В этом смысле как раз Писание дает нам удивительные примеры, вот к предыдущему вопросу тоже, удивительные и жития святых, вообще история духовного роста человечества, духовного поиска человечества, это удивительные примеры, как человек изменялся иногда очень быстро, иногда в очень пожилом возрасте, иногда в тех ситуациях, в которых, казалось бы, ну, вот, говоря языком современной психологии, ресурсов у него не было, да, ни социальных, ни внутренних, ни еще каких-то, у человека остается вот этот момент свободной воли, и сейчас мы, вот, я тоже по роду службы, по роду прошлой своей специальности периодически встречаюсь с вопросами зависимости, вот тут Павел тоже подтвердит, то есть ты видишь иногда человека, который по всем, казалось бы, медицинским, психологическим параметрам должен был уже давно сколоться и умереть, и вдруг в какой-то момент человек вот этот 0,01% шанс берет, использует и становится человеком не просто, так сказать, там, с трезвым, а человеком, который помогает другим, который, ну, находит совершенно новую жизнь. Так вот, вся вот эта вот, весь этот опыт очень здорово, чтобы хотя бы кто-то напомнил, ну, кто-то значимый, будь то священник или психолог, человеку вот в кризисе, там, или семье в кризисе, напомнил об этом, что мы в процессе, и, возможно, то, что сейчас кажется вам непреодолимым горем, непреодолимым каким-то горой трудностей, через год, через полгода, через, там, три года, ну, через какую-то временную перспективу, мы будем смотреть уже, это надо же, да, было трудно, но я это прошел, и мы даже уже не будем испытывать тех, той глубины эмоций, которые испытываем сейчас. Вот это самый первый момент. Ну, а дальше, внимание, всегда любая ситуация, какая бы трудной она ни была, ну, если мы говорим с точки зрения православия, если Господь в нашей жизни по нашим каким-то, там, грехам, ошибкам, может быть, недоразумению нашему допустил в нашей жизни, это урок для нас. И если мы поймем, о чем этот урок, то на второй год мы не останемся. Вот. У нас же очень часто мы как, мы, ой, вот сейчас эта проблема, Господи, убери ее скорее, убери эту проблему, пусть у меня ее не будет, и я дальше буду жить счастливо. Мы забываем, что мы в школе, мы забываем, что нас Господь учит через те или иные ситуации. Если мы эту ситуацию выбрасываем, контрольную выбрасываем, ну, да, какое-то время мы будем спокойны, да. Мама, папа спрашивают, что тебе задали? Ничего не задали. Мы выбросили этот материал, но завтра нас спросят, и заново придется проходить этот урок. Вот это вот второй момент. Ну, а еще какие-то моменты. В день учителя особенно, как это мне кажется. Как? Да, ладно. Я вот, мне кажется, инструментарий, вот, ну, невозможен, потому что это очень уникально, и вот для меня, это вот про что, вот, да, рядом с листом висело два разгонника. И один из них рассказывал, вот что с ним происходило так? Ну, они были в одинаковых условиях все. Вот один как бы сделал какое-то движение, да, внутреннее произошло, и вот с теми же такими, да, вот с зависимыми людьми, да, которые, прям вот все, у них не было шансов никаких, объективно. И они восстанавливались, они жили очень качественной жизнью, ну, и живут многие, да, из каких-то вообще там низов и дна. Поэтому здесь вот, ну, конечно, нам хочется как-то вот сделать с универсальным советы, но они, к сожалению, общие все известны, да, там, чтобы там стать, ну, там, иметь красивое тело, ешь, правильно еду, ходи в спортзал. Ну, вот хорошо, первое, с чего бы у нас просто не очень много времени остается, и хочется все равно как-то тему, например, ну, вами поднятую тему обиды, вот, а она с чего начинает разрешаться? Ну, вот первое, без чего точно не произойдет разрешение. Когда я прихожу к другому человеку и начинаю про это говорить? Ну, когда я, ну, не жаловаться, а вот именно разговаривать и слышать другого человека. Ну, в смысле, тому, на кого он обижен. Нет, нет, я думаю, что это, ну, иногда это вообще невозможно физически, потому что некоторые, как бы, там, фигуры, да, они уже, ну, как бы умерли. То есть я, когда я понимаю, что мне от этого плохо, я пытаюсь вот это, ну, когда я не обвиняю, да, когда я пытаюсь, ну, как-то осмыслить, понять, что происходило непосредственно другого человека. Ну, психолога, священника, кого-то еще возможно, да, там, может быть. Вот, кстати, к вопросу о соотношении священник, ведь он запрещает зачастую, ну, я просто вот как слышу, да, там, разные мнения, разные, там, эти, инсайты. Человек пришел, начинает жаловаться на маму, на исповедь. Не осуждай, маму нельзя осуждать, у тебя есть заповедь чтеть отца и мать. И вроде бы, как вы говорите, нужно начать говорить, а ему этой возможности не дают. Ну, говорить нас, да, ну, тут, вот, опять же, как говорите, что говорить, жаловаться, в общем-то, ну, и на приеме у психолога особо никто не даст, ну, потому что они, как бы, ну, это, конечно, не формуль ультимативный прозвучит, да, но здесь, как бы, про ответственность. Когда я жалуюсь на кого-то там не было, я ведь что делаю? Я, ну, там, перекладываю свою ответственность на кого-то. Тут это понятно, что в рамках передачи про это сложновато коротко рассказать, да, что это такой, ну, это процесс, да, это действительно процесс изменения, это процесс. Он не бывает быстрым, то есть прям быстрым он не бывает никогда, это все-таки какие-то там за день это не происходит, это все-таки там какими-то месяцами, то есть там, мне кажется, единица на береге, это месяц там, да, то есть вот там через несколько месяцев ты начинаешь там, ну, лучше понимать, что с тобой происходит, что происходит вот с твоим состоянием, да, и в этом, на этом фоне ты понимаешь, что это были за обиды, да, когда ты понимаешь, что у тебя, ну, там, у мамы было там трое детей, да, она работала, ну, там, не знаю, на шести работах, папа не было, или там он пил, И она там, собственно, ты такой, как есть Только потому, что мама там работала, не себя не жалея Конечно, у нее не было возможности физической Там каждого поговорить, погладить, как-то поцеловать И сказать, что я тебя... Ну, какую-то теплоту не было И когда это приходит, понимает А это понимание возможно только когда я В какой-то либо очень похожей ситуации оказался Либо достиг какого-то уровня развития То есть, когда мне там 16 лет, мне все, конечно, кажется Что все кругом дураки, я самый умный, условно говоря И это специфика, конечно, работы с подростками Ну, ладно, сейчас не про нее, а про нее Ох, дорогие друзья, я бы говорил и говорил Но, к сожалению, и на сегодня время подходит к концу Еще раз, да, отрекомендую вас и ваш проект Семейный очаг Понятно, что мы просто физически не можем обсудить Полновесно ту или иную тему Однако, если есть проблемы, которые мы в той или иной степени Сегодня затронули, а вам нужно эту проблему решить Сейчас на бегущей строке будет номер телефона Вы всегда можете обратиться к нашим гостям И не только к ним За помощью в консультативный центр Семейный очаг Мы прощаемся с вами В следующий понедельник мы поговорим о ресурсности О подростковой суицидальности Почему вдруг эта тема переместилась в детское пространство Почему так много подростков думают о смерти И так много подростков испытывают минимум жизненного ресурса Мне кажется, это очень важная тема Присоединяйтесь в следующий понедельник Храни Господь Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Продолжение следует...